И, к сожалению, скульптуры того времени у нас не сохранилось практически. Речь о скульптуре матери и ребенка здания советского детского сада украшала старинная гипсовая статуя. Адрес садика автор фотографии не подписал, впрочем, как и своего имени. Облик советского города в снимках музей собирает по крупицам. Здание перестроено, детского сада там нет уже давно. Там сейчас здание банка, насколько я понимаю. И, конечно, перестроено не только само здание, но и сама территория. В 60-х годах город активно застраивали, возводили район мелодии, позже здесь построили кинотеатр. А вот и дом Ленина 43, где сейчас находится музей. Кусочек, там где сейчас магазин располагается, еще отсутствует. Ну вот интересно смотреть, как выглядела площадь во время. То есть фактически пустое пространство. И вот эти проемы оконные немножко выглядят такими пустыми, нежилыми еще, естественно. Снимки делали на советские фотоаппараты «Зенит» и «Зорький». А компактный Киев в шутку называли «Шпионский». Есть на выставке и знаменитый фотоаппарат «Чайка». Получила название в честь Валентины Терешковой, женщины-космонавта первого, поскольку «Чайка» это была ее позывной. И выпускалась она примерно в 70-х годах. Таких фотографий сохранилось мало, ведь это сейчас эпоха мобильных, а тогда в основном снимки делали профессиональные фотографы. Часто такие съемки заказывал сам музей, но и сегодня горожане пополняют фонды любительскими фотоснимками, которые хранятся в семейных альбомах. Так что, если у вас сохранились виды березняков прошлых лет, передавайте их в музей, хранители готовы пополнить коллекции. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин, Новости, Верхникамье.